И всем здравствуйте! Сегодня мы поговорим о таком расширении CallPickerDrapper. Данное расширение вам поможет профессионально подобрать цвет. Я вам сейчас все объясню, но сейчас мы приступим к его установке. Нажмем вот сюда, чтобы установить данное расширение. И нажимаем вот сюда, устанавливаем данное расширение. Я покажу как оно работает на своем сайте. Вот оно у меня уже установлено. Я нажимаю на него, и здесь у вас появляются координаты. Вот это вот цвет, а это ширина и долгота должна быть. Смотрите. И наводим, ну вот куда-нибудь, ведем, ведем. Ну вот цвет вот такой вот хотелось бы. Поставили. И у вас вот цвет появился. Смотрите, что можно с ним сделать. Показываю. Один из вариантов. Узнать, что это за цвет такой. Дальше можно, что это расширение может. Зафиксировать цвет. Нажимаете вот сюда вот. Не ведете, вот сейчас покажу как будет неправильно. Вот нажали, открыли и сразу провели. Видите? А нужно сделать раз, потом сюда и только потом. Можно посмотреть какой был в тот раз номер. Так же можно передвигать. Если вот вы ошиблись на пару миллиметриков. Раз, 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 раз. Вот вам нужен не вот этот черный цвет, вот этот вот. А вам нужен вот этот красненький, понимаете? А вы в него не попали. Так раз и попали. Вот уже номер вот этого цвета. Так же можно узнать. К примеру. Ну, сейчас нужно вот это вот еще ставить. Вот так. Чтобы было правильно. Видите? Нужно ставить решеточку вот здесь. Это тоже очень важно. Чтобы оно... Чтобы поиск отображал вот этот номер как именно ID цвета. А не просто ID какой-то, понимаете? Вот здесь даже, видите? Маленькая, видите? Но решеточка стоит. Вот и здесь, видите, решеточка стоит. Вот она, видите? Так же, давайте покажу еще. Это обновить. Просто настройки. Ну, обновляется. Если вот поставили. Обновить. Нажимаете и она убирается отсюда. Если вы где-то потеряли. Теперь откроем в расширенных настройках. Где можно посмотреть палитру цветов. Именно. Холодные цвета, теплые цвета. Ближе к синему, ближе к голубому. Вот это именно расширение для профессиональных дизайнеров. Очень хорошо подойдет. Потому что легко подбирать цвета можно. Вот, например. Наглядный пример. Вы какой-то делаете проект. И вы хотите какой-то цвет, который находится на картинке какой-то. Но вы не знаете его ID. С данным расширением. Ну, вот, навели вот на этот цвет. Раз. Вот. Мне вот это расширение. Вот этот цвет нужен. Раз. Цвет его сюда. Раз. Вот он цвет этот. И уже в своей программе можете этот цвет найти. По вот этому вот ID. Все программы. Sony Vegas Pro. Все поддерживают. Вот такую. Вот такую. Как там. Шифры. Цвета. Все поддерживают. Это я даже не сомневаюсь в этом. Также давайте еще пару слов я скажу о данном расширении, пока есть время. Вот это второе окошечко дублирует первое. Вот видите. Его можно растягивать. Оно не, как бы, это вот тот же самый браузер. Вот этот. Вот весь вот этот браузер. Только в уменьшенном масштабе. Также можно открыть код элементов. Кому интересно. Можно посмотреть. Вот здесь будет все написано. Сейчас подождите. Запросы, какие он получает. Можно посмотреть. Запись, если вот включить. Запросы. Вот какие. И смотрим, что он там нас записывал. Вот он. Раз. Идем сюда. И так. Так. Где ты? Подождите. Так вот. И вот он коды, какие записывает. Ну, кому интересно, я имею ввиду. Может посмотреть. Это я чисто такие рассказываю. Плюшки для тех, кто не знает. И вообще просто. Вот это окошечко тоже отвечает за цвет. Но не так сильно, как вот это. Я вообще советую вам пользоваться только вот этим окошечком. Вот чисто вот этим вот верхним. Подбирать цвета без проблем. Ну, вот этим, в общем, можно пользоваться, если цвет потеряли какой-то. Чтобы не искать. А вот это чисто тот же самый браузер, только в увеличенном масштабе. Вот сделанный. Кстати, оно не работает дальше, видите. Оно не работает в верхней части. Оно работает только на части сайта. То есть, на части клиента. Ну, всем спасибо за то, что вы досмотрели данный ролик до конца. Не забудьте поставить лайк. И влюбите, пожалуйста, мне большую подписочку на мой канал. И всем спасибо за то, что вы посмотрели. И всем удачи. Да спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok